Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такие замечательные пинеточки с мишками из данного наборчика. Вязала я жилеточку с мишкой на мальчика 4-6 месяцев. Вот в зависимости от этого размера я ориентировалась и на пинеточки. Делала я длину подошвы 9,5 см. При этом можно сделать пинеточки размером поменьше, побольше, в общем, какие нужно вам. При этом вы будете варьировать длину от провязанной резиночки. Когда мы будем вывязывать лицевую гладь, вы можете связать ее длиннее, либо короче. Если вы делаете пинеточки поменьше размером, то, соответственно, набираете изначально меньшее количество петель. Так как у меня ниточка достаточно толстая, то я делала такой, скажем так, хороший запасик, но зафиксировала более подвижную ножку уже жгутиком, чтобы пинетка не спадала. Я использовала три основные вязки. Это резиночка 1х1, затем платочная вязка и лицевая гладь для вывязывания длины вот этой домыска и подошвочки. Можно подошву оформить также платочной вязкой. Вот. И если будете вязать подлиннее пинеточки, соответственно, размерчик побольше, то вот точно так же варьируйте количество рядочков, которые вы будете провязывать домыска. Я, допустим, провязала свое количество, которое мне нужно. Вы можете увеличить, тем самым увеличится количество петель у вас по боковым стеночкам, а количество мыска и пяточки останется такое же, как и у меня. И, в принципе, получатся вот такие замечательные пинетки, которые вы сможете украсить вязанными мишками крючком. Схемку я дам вам в видео, как связать вот такие маленькие мишки на пинеточки. Пришьете их просто самым обычным наметочным шовчиком. Вот. И также в наборчик пинеточка вы сможете самостоятельно затем связать по моему видео вот такую жилеточку. Я надеюсь, что вам понравилось. Конечно же, присоединяйтесь. Вяжем с вами вместе. Начну я, пожалуй, с нашего украшения мишки. Вяжется он крючком. Как вы видите, я нарисовала две условные схемки большого мишки, которым я украсила жилеточку, и маленьким мишкой, которым я украшала пинеточки. Таких мишки нам понадобится два штучки. Соответственно, мы начинаем с основного цвета. То есть, используем ниточку основного цвета. У меня это был серый. Вы можете использовать коричневый или любой подходящий цвет под, скажем, ваше изделие. Итак, делаем кольцо мигруми, либо движущее кольцо, и поднимаемся на три воздушные петельки. Три воздушные петли нам заменили первый столбик. Соответственно, в колечко нам нужно еще довязать 11 столбиков с накидом. Далее, соединительной петелькой присоединяемся в третью воздушную петлю подъема первого столбика. Поднимаемся на три воздушные петли во втором ряду и провязываем в каждую петельку предыдущего ряда столбика по два столбика с накидом. Соответственно, в петлю основания довязываем последний столбик. Как бы делаем пару трем воздушным петельком. И получается уже 24 столбика с накидом при вязании второго ряда. Вместе с воздушными петлями подъема присоединяемся в третью петлю соединительным столбиком. Далее, в следующем третьем ряду завершающем мы делаем как бы обвязку нашего кружочка. Мы обвязываем столбиками без накида, провязав 8 столбиков без накида, я пропускаю одну петельку и через одну петлю провязываю 8 столбиков с накидом. То есть у нас получается веерочек первое ушко. К следующему ушку нам нужно сделать либо 3 столбика без накида, либо 3 соединительных столбика. Я сделала 3 соединительных столбика, так как мне нужно, скажем так, плавный переход к следующему ушку. Если вам понравятся столбики без накида, можете точно так же делать. И не пропуская, мы делаем следующую петельку, такие же 8 столбиков, второй веерочек, второе ушко. А затем пропускаем одну петельку, то есть пропускаем и получается только лишь под ушками петельки. И довязываем до конца ряда точно так же 8 столбиков без накида. В сумме у нас и получается вот такой вот кружочек с двумя ушками. И далее нам нужно сделать серединку. Серединку мы делаем просто вот так вот 12 столбиков, как мы вязали первый ряд. Мы уже делаем ниточкой белого цвета, точно так же кольцо амигуруми, 3 воздушные петли подъема, 11 столбиков и соединительную петлю в третью петлю подъема первого столбика. Далее все, нам нужно все абсолютно столбики обвязать столбиками без накида. Можете чередовать просто в каждую петельку по столбику, либо столбик прибавления, то есть провязывать в одну петельку один столбик без накида, во вторую два столбика без накида. То есть нам нужно получить такой вот небольшой кружочек, который мы поставим уже непосредственно мордочкой на нашей, скажем, основке медвежонка. То есть мордочка делается просто это самый обычный кружочек. Я его сделала столбиками с накидом первый ряд и столбиками без накида оформила второй ряд. Далее пришиваем мордочку, глазки и все, наш мишка готов. И теперь приступим непосредственно к вязанию самой основки, то есть пинеточки. Вязать я буду пряжей акриловой, которая у меня осталась после вязания жилеточки. Как вы видите, это начатый моточек, где-то 2,3 моточка. У меня осталась пряжа Леноса, серия называется Massal Baby Anti-Pilling. Это достаточно толстая пряжа, эксклюзивный акрил в 100 граммах, здесь 180 метров. Под нее я буду использовать спицы чулочные номер 3,5. Также нам понадобится крючок для заправки краешек ниточек и ножнички. Так как я буду вязать небольшой размер пинеточки, а мне нужно еще сделать отворотик, то я буду делать, скажем так, небольшой запас по окружности для того, чтобы пинетка не давила на ножку. Плюс я сделаю небольшие такие вот завязочки, которые можно не делать. Это для того, чтобы хорошо была зафиксирована пинетка на ножке. Я буду набирать по 9 петель на 4 спицы. То есть всего нам нужно набрать 36 петель плюс 1,37 лишнюю петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Начальные 2 петельки я набираю на 1 спицу для того, чтобы не были растянуты они. И затем приставляю вторую спицу и набираю еще 35 петель. После того, как набрали нужное количество петель, делим визуально на 4 равные части. И теперь я хочу, чтобы вот эти наши красивые наборочные косички остались с внешней стороны при отвороте. Вот эти зубчики остались с внутренней стороны. И для того, чтобы они остались с внутренней стороны, у нас эти зубчики, нам нужно их определить на внешнюю сторону. То есть замыкаем петельки на вот этой стороне, где зубчики. То есть у меня получается с левой стороны остается на спице, на четвертой, и ниточка наборочного края, и рабочая нить от мотка. Вот этим краешком вверх мы берем, замыкаем круг таким образом. Смотрите, вот они на правой спице у меня первая и вторая набранные петельки, которые я вам говорила, чтобы не были растянутые крайние петли. Мы первую набранную петлю отправляем к последней, где рабочая ниточка. Затем эту последнюю лишнюю 37 петлю отправляем между первой и второй, и спускаем полностью со спицы эту лишнюю петлю. Вот она у нас первая, вторая петелька. Затем возвращаем обратно петлю на место. И у нас остается лишняя петелька между первой и второй спицей. И если мы сейчас потянем за краешки ниточек, то есть за рабочую нить от мотка и за хвостик наборочной косички, эта петелька у нас хорошо стянется, и ее не окажется по ходу вязания. То есть у нас остается нужное изначальное количество петель. Теперь отправляем хвостик и рабочую нить за работу. Берем рабочую пятую спицу. И начинаем вязать первый ряд. Первый ряд это формирование резиночки 1х1, которая у меня будет при отвороте. Хотите, можете вязать резиночку 2х2, но тогда у вас число должно быть не просто четное количество петель, а еще и кратное 4. То есть раппорт узора резиночки 2х2. Итак, я вяжу первые 2 петли спицей рабочей, скажем, за 2 ниточки, то есть рабочий хвостик, вот здесь вот наборочные косички и нить от мотка. Затем я брошу хвостик и продолжу лишь только рабочей ниточкой вязать. Первая петля у нас лицевая, вторая петля изнаночная. Бросаю хвостик, подтягиваю и дальше продолжаю вязать лишь только рабочей ниточкой от мотка. То есть мы как бы зафиксировали немножечко этот хвостик. Лицевая и изнаночная, затем повторяем. Лицевая и изнаночная петля, лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная. И вот эту следующую петлю я переношу на следующую спицу. Теперь объясняю для чего. Смотрите, я хочу, чтобы каждая спица у меня начиналась с лицевой петли, а заканчивалась с изнаночной петлей. Тогда при круговом вязании у нас не получится разделительных растянутых полосочек, состоящих из петель каждого ряда. То есть сейчас мы заканчиваем изнаночной, затем следующую спицу начинаем с лицевой петли. И продолжаем. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Все, здесь закончилась изнаночная. Замечательно переходим к третьей спице и так и продолжаем чередовать лицевая и изнаночная петля, чтобы каждая спица заканчивалась изнаночной петелькой. Если у вас четвертая спица закончится изнаночной петлей, то значит вы распределили все правильно. И в дальнейшем я не буду считать количество петель, чтобы на каждой спице было по 9, потому что это нечетное количество и будет каждый раз заканчиваться лицевой петлей. И мне это не очень удобно вязать первую и следующую петлю спицы, последующей каждой, с изнаночной петли. То есть мне все-таки проще начинать с лицевой. Поэтому я так и буду дальше продолжать. Чередуем лицевая и изнаночная петля до конца этого ряда. Довязав до конца ряда, мы распределили петли на резиночку 1х1. В дальнейшем все каждые последующие ряды мы будем вязать над петлями, сформированными в первом ряду. Первая петля у нас идет лицевая, так и вяжем петлю лицевую над первой петлей. Далее у нас идет изнаночная петля. Изнаночные при круговом вязании мы будем вязать петельки за вот эту дальнюю стеночку. То есть ниточка перед работой за дальнюю стеночку провязали изнаночной. Далее снова лицевая, изнаночная за дальнюю стеночку. лицевая и изнаночная за дальнюю стеночку, лицевая, изнаночная за дальнюю стеночку. Объясняю, для чего нужна изнаночная за дальнюю стеночку. Для того, чтобы и с лицевой, и с изнаночной стороны у вас косички из лицевых петелек ложились равномерно, красиво не перекрученные. Тогда при вот этом отвороте, у нас сейчас это пока изнаночная сторона внутренняя, но в дальнейшем она будет при отвороте выходить на лицевую сторону, И вот эта красивая аккуратная кромочная наборочная косичка будет с внешней стороны вот этой ровной стороной, не зубчиками, как сейчас, а ровной стороной. И плюс красиво будут ложиться лицевые петельки косички. И так и продолжаем вязать лицевая над лицевой петлей, изнаночная за дальнюю стеночку, над изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом я буду чередовать лицевая и изнаночная до тех пор, пока не наберу высоту резиночки в 10 сантиметров, для того, чтобы получилась у нас красивая такая пышная пинетка с красивым отворотом с внешней стороны. А пока продолжаем, вот у вас уже видны четко петельки резиночки, продолжаем вязать просто в высоту в 10 сантиметров, можете даже в 10 с половиной, для того, чтобы было максимально глубже расположен отворот на пинетке. Связали резиночку и теперь у меня получилось связанных 29 рядочков в высоту. От начальной вот этой наборочной нашей ниточки нам нужно понять, где начало ряда, вот оно у нас здесь находится, и отсчитать на первую спицу 10 петелек, то есть лицевая и изнаночная, лицевая и изнаночная и так далее, 10 петелек. Затем на вторую спицу нам нужно отсчитать 8 петелек, 2, 4, 6, 8. На третью 10, как и на первую, на четвертую 8, как и на вторую, то есть получается у нас 10, 8, 10 и 8. Вот там, где у нас по 10 от начала ряда, вот здесь вот от начальной нашей ниточки, это будут петельки переда, вот это петельки пяточки, то есть в принципе там, где по 10, это перед и задняя сторона. Теперь смотрите, мы переходим на лицевую гладь, то есть вот эти 10 первых петель 30 ряда мы вяжем лицевыми. Над лицевой лицевую, над изнаночной лицевую, за дальнюю стеночку. Опять же таки, чтобы красиво и равномерно было связан первый ряд и вообще петельки переда. Связали первые 10 петель ряда лицевыми, не довязываем следующую спицу, просто поворачиваем на изнаночный ряд и всю эту же первую спицу вяжем поворотными рядами. Первую, как кромочную, я снимаю, не провязанную. Затем вяжу все последующие петли изнаночными. То есть, как бы получается, лицевая гладь вяжется с лицевой стороны лицевыми петлями, с изнаночной стороны изнаночными петлями. Вот, что я сейчас и делаю. Я просто вяжу второй ряд лицевой глади с изнаночной стороны. Довязала последнюю петлю изнаночную, поворачиваю и вяжу третий ряд лицевыми петлями. Снова первую, как кромочную, снимаю, а затем последующие петельки вяжу лицевые. Все полностью девять петель вяжу лицевые. Разворачиваю на изнаночный ряд и вяжу четвертый изнаночный ряд лицевой глади. Первую, как кромочную, снимаю и затем все последующие девять петель это изнаночные петли. Итак, я вяжу сейчас по счету четвертый ряд. Буду вязать по двенадцатый ряд. Сейчас, поворачивая, вяжу пятый лицевой ряд лицевыми петлями, затем шестой изнаночный, седьмой лицевой, восьмой изнаночный, девятый лицевой, десятый изнаночный, одиннадцатый лицевой и двенадцатый изнаночный ряд. То есть для того, чтобы у нас получилась вот такая верхняя сторона, к которой мы дойдем до мыска. То есть сейчас у нас вот так пенеточка наша будет отворачиваться. И это пошла уже передняя часть до мыска. Связали лицевой гладью двенадцать рядочков и теперь начинаем обвязывать ряд. Ряд у нас, как и прежде, начинается, где у нас вот этот хвостик наборочного края. То есть вот этой стороны. И сейчас мы будем набирать по вот этим кромочным петелькам, какие мы снимали. Получилась вот такая красивая аккуратная косичка с одной и с другой стороны. И мы по ней будем набирать петельки для того, чтобы замкнуть перед, боковые стеночки и пяточку в одно единое круговое вязание, как мы вязали резиночку. Для этого первую кромочную мы снимаем и продолжаем вязать уже получается по счету тринадцатый ряд лицевыми петельками. Когда связали лицевые петельки, мы не поворачиваем на изнаночный ряд вот эти петли, а как бы поворачиваем боковой стеночкой там, где у нас красивые кромочные косички. И начинаем по этой стеночке набирать петли. Смотрите, я уже вижу, что у меня здесь смещается шесть петель. Первая кромочная петля, затем вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот эти шесть петель я и буду поднимать. То есть начинаем с первой кромочной косички, петелечки, набираем за две стеночки первую петлю. Затем со следующей косички вторую петлю, со следующей третью, далее четвертую, пятую и шестую. Дошли до уже петелек на спице. Вот они у нас. Продолжаем вязать к этим шести петелькам восемь петель с боковой стеночки на спице. Точно так же продолжаем вязать лицевыми петельками. Лицевые над лицевыми и изнаночные мы вяжем лицевыми за дальние стеночки. И так получается у нас на второй спице уже 14 петелек. На первой 10, на второй 14. Далее мы дошли до пяточки. На пяточке у нас 10 петель, так и вяжем 10 лицевых. Лицевые над лицевыми, над изнаночными лицевые за дальние стеночки. Как и есть, так и вяжем. То есть просто у нас 10 лицевых петель со стороны пяточки. Далее мы повернули на вторую боковую стеночку. У нас здесь 8 петелек. То есть мы, как и первые 8 петель, провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали первые 8 петель. Как вы помните, мы набирали с боковой стеночки 6 петелек. И с этой стороны мы должны также набрать 6 петелечек. Для того, чтобы были, скажем так, равномерные, симметричные 2 половинки. Ну, то есть с одной стороны, вот она, боковая стеночка из 14 петелек. 6 плюс 8, 14. И точно так же с этой стороны набираем 6 петель. Вот она первая боковая петля. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. На рабочую спицу к 8 уже связанным петелькам мы набрали еще 6 петель с боковой кромочной стеночки. У нас получается с внутренней стороны вот такая косичка с одной стороны. И такая же косичка с другой стороны. Из боковых стеночек у нас набрано по 14 петелечек вместе с вот этими 8 петлями, которые были от начального вязания. Вот, в принципе, уже вы четко можете видеть вот такую вот пинеточку. Это у нас передняя сторона. Это у нас пяточка. И ряд начинается, как и прежде. Вот мы пришли к началу рядом. Далее второй ряд. Мы будем вязать эти все петельки по кругу изнаночными петлями. Начиная с первой петли, она у нас изнаночная. И затем каждую последующую петелечку нашего мыска передней стороны вяжем изнаночной петлей. Далее следующие петельки. Это уже боковая стеночка 14 петелек. Мы должны также провязать изнаночными петлями. Начиная с первой петли, хорошо ее подтяните. Каждую последующую петельку провязываем изнаночной. Точно так же петли нашего мыска, точно так же боковые стеночки и провяжем петли пяточки. Пока на петлях пяточки и передней стороне у нас по 10 петель, на боковых по 14. Возможно у вас сместилось больше петель, если вы хотите размер побольше. Но вы пяточку и мысок пока не трогайте, а только лишь боковые петельки. Они у вас возможно увеличились из-за набора вот здесь вот петель. То есть здесь можно набрать больше петель, благодаря тому, что мы провяжем вот здесь длиннее переднюю сторону. То есть допустим не 12 рядочков, а 14 и так далее. И вот вторую стеночку до конца ряда нам нужно довязать все петельки изнаночные. Мы получается в первом ряду связали с набором петель, петли все лицевые. Второй ряд уже набранные петли провязали изнаночными. Сейчас третий и четвертый ряд мы повторим как первый и второй. Третий ряд просто лицевые петельки за дальние стеночки провязываем, все по кругу. Затем четвертый ряд все петли изнаночные, как вязали второй ряд. То есть изнаночный лицевой ряд чередуем, изнаночный лицевой. Вот таким вот образом нам нужно провязать всего 8 рядочков. То есть мы сейчас вяжем третий лицевой ряд по кругу, все петли лицевые. Четвертый ряд провяжем изнаночные, пятый ряд лицевые петли, шестой изнаночные, седьмой лицевые и восьмой будем провязывать изнаночными петлями. Но пока провяжите самостоятельно до седьмого ряда. То есть сейчас мы довязываем третий ряд до конца ряда и вот так вот чередуем лицевой изнаночный ряд до седьмого. В восьмом изнаночном ряду мы немножечко закруглим наши квадратичные углы, вот эти вот, на первой и третьей спице. То есть на спице, где у нас находятся петли переда и петли пяточки. В начале ряда мы сейчас сократим, получается, две петли провяжем вместе одной изнаночной, вот таким вот образом. Далее вяжем петельки изнаночными до тех пор, пока на спице не останется последние две петли. Их также провязываем вместе одной изнаночной, вот так. Теперь петли боковые мы не трогаем, мы их провязываем каждую петлю над лицевой изнаночной. То есть как каждый четный ряд мы провязывали для вывязывания высоты пинетки. Боковые стеночки мы так и провязываем без изменения. Затем на третьей спице, там где петли пяточки, мы точно так же в начале и в конце спицы вяжем пупар на две первые петли. То есть первую и вторую петлю вместе одной изнаночной. Затем центральные петельки мы вяжем изнаночными до тех пор, пока не останется две последние петли на этой спице. И получается девятую и десятую вместе провязываем изнаночной. И теперь у нас на петлях переда и на петлях пяточки по 8 петель. 2, 4, 6, 8. Петли боковых стеночек мы не трогаем ни с одной и теперь уже ни с другой стороны. Просто вяжем их изнаночными петлями. Вот так. Мы немножечко как бы закруглили наши края, чтобы не сильно торчали уголочки, а как бы получилась аккуратная такая вот закругленная пинеточка. С верхней стороны, в принципе, здесь она аккуратная, а с нижней стороны, если бы мы не сделали вот этих вот сокращений по уголочкам, получился бы такой грубый как бы квадрат. Нам его не нужно. И сейчас довязав до конца восьмой ряд, мы вывязали высоту пинеточки. Если вам кажется, что это не, скажем так, не настолько высокая пинеточка, недостаточно, то можете провязать девятый, десятый ряд, но тогда не в восьмом ряду сделайте убавление, а в десятом ряду. Это для тех, у кого потоньше ниточка, соответственно, будет сейчас пониже пинеточка. Вы хотите ее сделать повыше, то можете довязать девятый, десятый ряд. Но еще раз повторяю, в десятом ряду сделать убавление для закругления. А сейчас мы переходим к вывязыванию подошвочки. Для подошвочки мы сейчас будем вывязывать вот эти восемь петелек переда. От начала до конца, до тех пор, пока не сократим боковые петельки. И не останется лишь петли переда и восемь петель, которые у нас на пяточке. Начинаем с первой петли ряда. Вывязывать просто лицевые петли над изнаночными. Вот так вот. Все петельки лицевые. До тех пор, пока не дойдем до последней петли на этой спице. То есть до вот этой восьмой петельки. Восьмую петельку переснимаем на боковую следующую спицу. И вместе с первой петлей боковой стеночки вывязываем две петли вместе одной лицевой. То есть восьмая петля и первая петля с боковой стороны вяжутся вместе одной петлей лицевой. Далее на боковую сторону мы не поворачиваем, а переворачиваем на изнаночную сторону. И будем вязать поворотными рядами. Первую петлю убавления мы снимаем как кромочную непровязанную. Затем с изнаночной стороны, запомните, мы вяжем всегда изнаночные петли. То есть вяжем следующие 6 петель изнаночные. До тех пор, пока не дошли до последней петли на этой спице. Вот она у нас последняя петля. Мы ее переснимаем следующей петли на боковой стеночке. Вот она у нас она. И вяжем вместе 2 петли одной изнаночной. Вот так. Обратите внимание, что количество петель у нас не меняется. У нас как было 8, так и есть 8. Далее поворачиваем на лицевую сторону. С лицевой стороны всегда будем вязать лицевые петли. То есть вяжем лицевой угол. Первую петлю убавления мы снимаем как кромочную непровязанную. Затем центральные 6 петель мы вяжем лицевые. Дойдя до последней петли, то есть она у нас 8 получается, мы переносим ее на боковую спицу. И вместе с боковой первой ближайшей петлей провязываем одной лицевой петлей. То есть снова последняя отсюда, первая отсюда провязывается вместе с лицевой стороны лицевой петлей. Далее поворачиваем на изнаночную сторону. Первая петля убавления снимаем как кромочная непровязанная. Затем вяжем 6 изнаночных петель. И 8 петля снова будет вязаться вместе с петелькой бокового ряда. Вот так вот. Дошли до последней изнаночной петли. Она у нас 8. Переносим на боковую спицу. И вместе с ближайшей петлей вяжем вместе одной изнаночной. Обратите внимание, что с изнаночной стороны мы сделали убавление изнаночной петлей. Вместе с первой ближайшей боковой петлей. Всегда с лицевой стороны при поворотном ряде мы вяжем лицевой петелькой 8 петлю и первую петлю боковую. Первую петлю убавления, которая была у нас в предыдущем ряду последней петлей, мы снимаем непровязанную. Затем снова лицевые петельки. Последнюю петлю со спицы мы провязываем с ближайшей первой боковой петлей. Вместе одной лицевой. И вот таким образом мы уже, обратите внимание, сократили с боковых стеночек по несколько петель. И у нас подошва получается лицевой гладью с лицевой стороны и изнаночной гладью с изнаночной стороны. И так постепенно, постепенно, постепенно будет идти закрытие подошвочки. Постепенное вывязывание, бесшовное и достаточно аккуратное. Будет сокращаться по одной петельке в конце каждого ряда и лицевого и изнаночного. Но смотрите по рисунку. Можно в принципе вязать и платочной вязкой. То есть, допустим, с лицевой стороны это лицевые петли, с изнаночной стороны это лицевые петли. Но тогда обращайте внимание, какими петельками вы будете делать убавления в конце каждого ряда. То есть, это либо же по чередованию с изнаночной стороны лицевые петли, а с лицевой стороны изнаночные. Либо же наоборот. То есть, здесь вы уже смотрите на свое усмотрение. И тогда у вас подошва будет не лицевой гладью, как верхняя сторона, а как боковые стеночки, так и будет платочная вязка и подошвочка. Опять же таки, следует обратить внимание на то, чтобы количество петель изначальное 8 так и продолжалось от начала до конца 8, пока не соприкоснуться с вот этими 8 петельками пяточки. Ничего не меняется. Только лишь вот эти петельки постепенно, постепенно и постепенно сокращаются. Так как количество петель с боковых стеночек у нас одинаковое, то количество изнаночных и лицевых рядочков у вас должно быть также одинаковое. Последняя петля забирается с изнаночной стороны при вязании изнаночных петелек. Убираются затем рабочие спицы и остается всего лишь 2 спицы, на которых открытые петельки. Теперь смотрите, нам нужно закрыть вот эти петли. Это можно сделать в принципе двумя способами. Либо трикотажным шовчиком, либо всю пинеточку абсолютно вывернуть на изнаночную сторону между вот этими открытыми петлями. Это будет более удобно сделать. И затем с изнаночной уже стороны, когда у вас будет вся пинеточка, можно ее не разравнивать. Самое главное, чтобы вот эти 2 спицы у вас были как бы с изнаночной стороны. Вот, поворачиваем к себе удобной стороной, чтобы у вас была рабочая нить на пальчике. То есть не отрезая это все рабочую нить, я делаю. И теперь закрываю петли. Смотрите, каким образом я это делаю. Я беру с первой спицы одну петлю и первую петлю со второй спицы, провязывая сквозь 2 петельки одну лицевую и снимаю эту лицевую петлю на рабочую спицу. Повторяю. Снова одна лицевая с одной стороны, вторая лицевая с другой стороны, сквозь 2 петли провязываю одну лицевую и у меня уже на рабочей спице 2 петли. Первую переодеваю на провязанную вторую. Снова одна лицевая сквозь 2 петельки, предыдущая переодеваю на последующую. Лицевая сквозь 2 петельки, лицевая переодеваю на нее предыдущую петлю. снова лицевая переодеваем на нее предыдущую петлю лицевая на нее предыдущую перекидываю петлю вот таким вот образом у нас попарно сократится все петельки так как они у нас точно также одинаковое количество петель было изначально то тоже они у нас сократятся одновременно и получается одна рабочая вот такая петля теперь можно для удобства взять крючок вот и зафиксировать эту петельку последнюю с изнаночной стороны здесь у вас получается вот такой вот промежуточек который уберется с помощью крючка для этого берем подтягиваем рабочую нить на крючок и протягиваем пальчик вот так вот на этот уголочек и ищем куда бы мы могли захватить вот так вот крючок для того чтобы не получилось здесь дырочки захватываем петельку пропускаем сквозь нее рабочую ниточку можем даже две воздушные петли сделать отрезаем нить и смотрим у нас здесь нигде абсолютно не осталось дырочек все петельки закрыты получился очень аккуратный здесь шевчик в виде косички которая была у нас на вот этих вот верхних боковых сторонах когда мы набирали петельки то есть она на ощущение очень мягкая вот и нам остается лишь только вот этот хвостик отрезать и спрятать ниточку делаем это таким же образом отрезаем ниточку убираем рабочую нить и хвостик вот этот хорошо подтянув прячем сквозь косичку которая у нас получилась при закрытии петель и по ходу того как ложатся петельки я буду прятать вот этот хвостик вот у нас косичка и мы как бы заплетаем в эту косичку хвостик который у нас остался можете сделать это подлиннее максимально для того чтобы он долго не вытаскивался так как в процессе носки и процессе стирки вот этот хвостик может выскочить все теперь вот этот оставшийся хвостик мы отрезаем и выворачиваем на лицевую сторону где точно также прячем вот этот хвостик наборочной косички для этого мы берем на лицевой стороне рассоединяем как я это делаю обычно на две части рабочий нить завязываю узелочек и затем точно также по ходу косички того как она ложится я прячу вот этот хвостик уже с лицевой стороны потому что у нас сейчас будет отворотик на лицевую сторону и вот так вот по ходу по ходу косички мы прячем длинный хвостик вот так затем его точно также отрезаем и делаем отворотик нашей пинетки единственное что я вам хочу сказать то что при вязании второй пинетки я рекомендую вам делать все в зеркальном отображении как каким образом вы набрали петельки и связали нашу длинную резиночку для отворотика длиной в 10 сантиметров можете еще длиннее как вам удобно вот и берете когда переходите на провязывание вот этой длинной части мыска то есть вот этой вот верхней части пинетки вы наборочная ниточка у нас было с внутренней стороны то есть если мы сейчас сделаем отворотик это как бы фактически мы связали с вами пинетку на левую ножку для того чтобы связать на правую ножку я рекомендую вам делать все в зеркальном отображении то есть рабочая нить у вас должна находиться здесь и тогда при вывязывании вот этой длинной части мыска она у вас будет находиться не на первых десяти петлях ряда а на последние десяти петлях ряда и тогда ряд у вас точно так же при вывязывании вот этих вот двенадцати рядочков лицевой гладью будет находиться не в этом уголку с которого мы начинали вот он у нас уголочек соединения ряда а вот этого с левого уголочка и тогда у вас будет уголочек с внутренней стороны и начало пинеточки вот эти вот наши ниточки с внутренней стороны точно так же если вы сделаете одинаковые две абсолютно пинеточки тоже сильно заметно это не будет так как это скажем так стык ряда этот максимально не заметен на платочной вязке здесь тем более в уголочке вот в принципе здесь ниточки все прячутся бесшовное такое вот вязание максимально получается и разницы в этом не будет но гораздо будет аккуратнее и эстетичнее выглядеть если вы будете вязать все таки вот эту длинную часть пинеточки на последних петлях ряда на 2 а на 1 на первых 10 петлях ряда как мы это с вами делали и опять же такие уголочек начинания рядом когда вы будете делать вот эту платочную вязку вывязывание высоты пинеточки то опять же таки будет у вас если с одной стороны а здесь другой стороны то это как бы более в зеркальном отображении будет выглядеть и соответственно начинайте изнаночные ряды провязывать и набор петелек нужно вот с этого момента это для вязания второй пинеточки связав вторую пинеточку вы получаете вот такую красивую пару которую потом можете сразу же одевать на ребеночка и носить если же это на подарок конечно же лучше сделать вторичную тепловую обработку это либо же постирать либо отдать паром и конечно же не забудьте украсить также я всегда рекомендую если вы делаете пинеточки для ребенка от 4 месяцев то желательно вот здесь вот на петлях резиночки продеть шнурочек либо атласную тоненькую ленточку для того чтобы сделать завязочки у меня есть на видео на канале видео есть где я делаю именно непосредственно дырочки специально для завязочек и жгутиков но скажу вам откровенно что при носке эти дырочки имеет свойство растягиваться поэтому я чаще всего делаю просто пинеточки а затем вот здесь вот между нашими петельками просовываю эти жгутики завязочки и тогда это выглядит более скажем так аккуратнее и соответственно не растянуто и тогда допустим человек может и со жгутиками одевать ребенку либо же просто их вытащить и остаются вот такие аккуратные красивые пинеточки я надеюсь что у вас все получилось было понятно и понравилось не забудьте лайк нажимайте на колокольчик под видео для того чтобы получать оповещение о новых видео которые выходят на моем канале всем хорошего настроения ровных петелек пока пока